Много лет назад пророки записали в Писании, что Бог пошлет Мессию спасти грешников и примирить их с Богом. Жизнь Иисуса ясно показывает, что Он действительно тот Спаситель, которого Бог обещал послать в мир. Пророк Исаия написал, «Дева приимет в очреве и родит сына». Так и случилось. Силой Божьей Мария, девушка, забеременела и родила Иисуса. Как и было предсказано в Писании, чудесное рождение было знаком от Бога, что этот ребенок был Мессией, тем, кого Бог назвал Своим Сыном. Когда люди видели Иисуса, они видели воплощенного Бога и Его силу. Он исцелял людей, прощал их грехи и обещал им место в Своем вечном царстве. Иисус пожертвовал Своей жизнью и понес наказание за всех людей. Потом Он воскрес, показывая, что Его власть больше, чем сила смерти. Иисус Мессия сказал, «Я имею власть отдать Свою жизнь и власть снова принять ее». Жизнь Иисуса стала исполнением слов пророков и подтверждением того, что святое Божье Слово истинно и неизменно, как они и утверждали. Иисус также сказал, «Слова Мои не придут». Иисус пришел, чтобы дать нам жизнь в избытке, как было в начале, когда Бог сотворил первого мужчину и первую женщину. Но они не поверили Богу и ослушались Его повеления. Этот поступок разделил их с Богом. В Писании сказано, «Все согрешили». И наказание за грех – смерть. Согрешившие люди не могут жить в общении с Богом. Но так же, как Бог предусмотрел Ягненка в жертву вместо сына Авраама, Он послал Иисуса умереть вместо потомков Адама. Он сделал это, чтобы те, кто верят и возлагают свою надежду на Иисуса, могли снова прийти в присутствие Божье. Поэтому каждый, кто последует за Иисусом, избежит наказания ада и будет вечно жить с Богом. Когда Иисус воскрес из мертвых, Он сказал Своим ученикам, «Во всех народах будет проповедано во имя Мое, что Бог прощает грехи тех, кто раскаивается и обращается к Нему». Иисус также сказал, что Он даст Своим последователям Святого Духа Божьего, чтобы Он был с ними, явил им истину и дал им силу следовать за Богом. Когда грешница покаялась и последовала за Иисусом, как Своим Господом, Иисус сказал ей, «Прощаются тебе грехи твои, вера твоя спасла тебя». Иисус говорил, что когда люди истинно любят Бога, это и есть свидетельство того, что Бог простил им их грехи. Иисус Мессия призывал людей следовать за Ним. Те, кто решил стать последователями Иисуса, могут начать свои отношения с Ним словами этой простой молитвы. «Боже, Ты велик и свят! Благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня. Я сожалею о том, что ослушался Твоих заповедей и согрешил против Тебя. Благодарю Тебя, что Ты послал Иисуса умереть на кресте вместо меня, и что Он воскрес из мертвых. Благодарю за то, что Он взял на Себя наказание за мои грехи. Я хочу следовать за Тобой и уверовать в Иисуса, как моего Спасителя и Господа. Я благодарю Тебя за то, что Ты простил мои согрешения, дал мне возможность прийти к Тебе и быть вечно в Твоем Царстве. Я прошу Тебя дать мне Твоего Святого Духа, чтобы Он пребывал со мной и указывал мне путь. Я хочу, чтобы Он дал мне силу любить Тебя всем сердцем и жить жизнью угодной Тебе. И пусть люди повсюду в мире воздадут Тебе славу. Аминь. Иисус сказал о Своих последователях. «Паства Моя слышит Мой голос. Я знаю их, и они идут за Мной. Ученики Иисуса собираются вместе. Они говорят с Ним каждый день. Изучают Его слова в Писаниях, стремятся следовать Его примеру и говорят о Нем другим. Иисус направляет их и укрепляет их силой Божьего Духа, живущего в их сердцах. Они помнят, что сказал Иисус Своим последователям перед Своим вознесением на небеса, где Он восседает на троне. «Дана Мне вся власть на небе и на земле. Вот Я с вами во все дни до скончания века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова